МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперативную ситуацию разглядели на посяжении Гарбы Конкама. Звычайный героизм. Работник МНС Алексей Ёршу ознагорожены за выритование троих человек на пожары. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня четвертый день до терминового голосования по выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. Наши корреспонденты наведали несколько участков. Усяго в списе выборщиков по Гомельской области крыху больше к 1 миллион 80 тысяч человек. 21% из них наведали выборщие участки на протягу первых трех дней до терминового голосования. Это амаль на 1,5% больше среднереспубликанского показчика. Правда, не всюду голосование проходит от нолькова. В Хойницком районе, например, в делу выборах депутатов Палаты представников приняли 26% выборщиков. Еще больше гэты покажек амаль 29% на участку для голосования номер 24 Гомельской промысловой выборщей округи. В основном избиратели идут после рабочего времени, студенты, когда заканчиваются их занятия. Основная масса избирателей проходит во второй половине дня. Удельник Великой Чинной войны Михаил Лягчылкин голосует на одном из участков Гомельской советской выборщей округи номер 34. Уродженец везки Святиловича и ТДШ Святиловицкого района он был призванный в Червоную армию 1944. После закончения войны застався во Узбройных силах. Огульный военный стаж полковника у отставцы Михаила Лягчылкина 30 годов. Правда, сегодня он узгадывает не боевый шлях, а яку першиню разом с батьками пришел на выборщий участок. Я с 1926 года, помню, год 1939-1940 ходил на выборы с отцом, с матерью торжественной, с гармошкой, с песнями. На этом же участке голосует и студент Белорусского гандлёва экономичного университета с поживецкой кооперацией Дмитрий Беразовский. Два ты дни тому он выиграл областный этап конкурса «Студент года-2019». Дмитрий просит ветерана сфотографоваться зим на память, после чего отказывая на питание журналисту телера до компании «Гомель». Кажет, что зараз вельми заняты в учебе и громадской работой, але удел у выборах вы решил принять обовязково. И хоть за великой нагрузки особиста с кандидатами не сустракался, але упевнены, что сегодня зарабил правильный выбор. Критериум выбирал, из биографии я выносил какие-то особенности как человека, какую профессию выбрал человек, где он развивается. И, исходя из этого, я делал свой выбор. Олег Сентьюров, Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Тем часом выборщая кампания выходит на финишную промою. Кандидаты у депутата национального схода Республики Беларусь мкнутся выкористовывать осемогшимости для агитационной работы с выборщиками. У праватности размова идет о пикетах на улицах населенных пунктов. Наши корреспонденты поцикавились с ситуацией в «Гомеле». В «Гомеле» сегодня проведение массовых мероприемств, встреч с выборщиками и агитационных пикетов поведомили 12 кандидатов у депутаты. Вызначенные плясовки самые разные, але переважная большаясь каля крам и установку культуры. Не все люди, с которыми разговаривают кандидаты и члены инициативных групп, будут голосовать именно в итоге о грузе. Але плюсы есть у все равно. Мне кажется, эта форма достаточно эффективна, в силу того, что здесь можно поговорить и с самим кандидатом, которого выбирают. И одновременно с этим это привлекает внимание граждан в любом случае. И те, кто могли заработаться в будние дни и подумать, что в принципе выборы – это не так важно, в любом случае обратят на это внимание и вспомнят, возможно, и не проголосовалось, то есть сделать свой выбор. Бадай головный заклик, який гучить на всех агитационных пикетах, обовязково прийти на выборчий участок и выканать свой гражданский обовязок. Причем агитация часто проводится на прикладе інших краин. Больше, как у 20 державах света, предугледжены обовязковый удел у голосовании. У некоторых краинах за неявку отмавляют о отримании державных послуг. У Беларуси таких потребований у нема. Удел у голосовании – справа доброходная. Как дальше и выбор кандидата. Большаясь гемельчан, которые принимают удел в массовых мероприемствах, кажут, что свой выбор уже сделали. Чтобы люди знали, что они хотят, тот человек, который идет во власть, как говорится, что он хочет. Как говорится, чтобы он не обижал народа, придерживался тех своих принципов, которые он для себя установил. Чтобы человек был беспартийный. И человек что-то в жизни, как говорится, сделал. Не просто он был работяга или кто-то, хотя и работяги там нужны, но человек, который знает, что такое власть и как ей руководить. Большаясь пикетов завершается каля 18 годин. А лени, которые кандидаты у депутаты кажут об жадании сустракаться с выборщиками до 22 годин. Завтра у них – опошний день проведения сустрыш и организации пикетов. Выборщая кампания выходит на финишную прямую. У неделю, 17 листопада, у 8 годин ранницы распочнется основный день голосования по выборам депутатов национального схода Республики Беларусь. Если в отношении нашего кандидата, то все встречи были проведены на таком положительном, на очень эффектном, можно сказать, для кандидата уровне. Было очень много вопросов, как и по плану мероприятий, и по программе кандидата. Так было много вопросов и общих. Поэтому все эти вопросы были зафиксированы. Некоторые даже разрешены уже в ходе беседы. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Комаль 100% у громадских местах «Гомель» обсталеваны камерами виды назирания. Все ж таки, колька злочинства у учениных у этих местах, упорона не с таким же леташним периодом, выросла, прикладно, на 80%. Какие меры треба принять для управления ситуацией, обмерковали на сегодняшнем посяжении Гарвы Конкама. Большие злочинства у громадских местах отбываются в вечерний час выходных дён. По статистике, их з'ясняют не тверозые грамадяне, которые нигде не учатся и не працуют. На первом месте крадежи. Их 60%. На другом – хулиганствы. 26%. И они в большинстве связаны с пошкоджением аутотранспорта у громадян. Колькость крадежей у громадских местах у поравнаний с минулым годом выросла удвоя. Такая тенденция во всех районах Гомеля. В основном крадежи отбываются на улицах, у крамах и объектах громадского харчаванья. Частей злочинцы присловывают чужие мобильные телефоны, велосипеды и гроши. По величине колькости таких фактов у тымлику связано с изменением понятия присвоивания зноденной чужой майомости. Коли один человек речь забыл, а другой знайшов и взял в собе, это уже крадеж. Зменьшить колькость злочинства у громадских местах повинна повсюдное обсталявание их видеокамерами. Количество грабежей сокращено на 16% по сравнению с уровнем прошлого года. Количество разбоев сокращено на 13%. Что тышится тяжких злочинств, забойств, сгвалтований, их колькость сменшилась. Снизилась так само лишь бы по выкраданиях автомобилей, разбоях и грабежах. Завтра в Беларуси пройдут шарговые промоэлинии мясовых органов УЛАДы. У Гомельске мабл выконками з вороты громадян будет принимать наместник старшини Владимир Прывалов. Номер телефона у Гомели – 33 12 37. Промоэлиния працует с 9 до 12 годин. У ГТСШ на совете будет керавник с правом Гомельска-агар выконкам Алексея Васюшенко. Номер телефона промоэлинии – 33 07 62. У третью неделю листопада традиционно означают День работников сельской господарки и перепроцовшей промысловости. Так для аграру завершается каждый працонный год. В 2019 для сельских працонников был непростым. Маля, гэтые люди привыкли исти на суперок тяжкостям. И зараз для их учат заслуженные слова подзяки. Корреспонденты телеканала «Мазыр» с подробностями. Ровно тыдень тому мазырани были триумфаторами областных даже на Курычице. Зараз лобоцкое имя Ленина, Козянки Агро, экспериментальная база Краничная. Лидеры пауднево-усходнего региона. А сегодня в зале Палаца культуры – працовники Мазырского и Нараулянского районов. Миновитые яны до зернятка сбирают пшеницу и жито на будущий хлеб. Укороняют новые технологии уже и олагодоли. У сего аграры двух районов собрали больше за 93 тысячи тонн сбожа при середней уроджайности 41,3 сантиметра с гектаром. Пераморцам района госпоборгинства по уборцу уроджая сбожжевых и зернебобовых признано сельско-господаршее предприемство «Слободское имя Ленина». Основная задача – это действительно продовольственная безопасность страны. Поэтому не только своих жителей Мазырщины мы накормить должны, но и которые проживают на территории области и в целом у нас в стране. Ну а самая главная задача – это то, что наши перерабатывающие предприятия получают продукцию сельского хозяйства и перерабатывают ее из высокой добавленной стоимости, реализуют ее на экспорт. На уборце кукурузы, как за учеты, лидирует «Саугазкомбинат зарам». Перемогу предприемства трамали успоборности по вытворчасти жиологодочной продукции. Достижения, которые у нас есть – это заслуга всего нашего коллектива. В этом году действительно мы получили хороший урожай, старательно поработали на наших полях, начиная с ранней весны, заканчивая поздней осенью. И награда этому труду – это те награды, которые сегодня будут вручаться представителям нашего коллектива. Задоволенные выником сезона и на Мазырской фабрице Огороднины. Продукции заклали стольки, что хопит накормить не только Мазыран, а кроме того, предприемства – переможцы района госпоборництва по нарыхтуцы травяных кормов. Заняли первое место по производству кормов в этом году. Конечно, тяжело это было в связи с тем, что погода не благоприятствовала, особенно в этом году. Но, тем не менее, с задачей справились, получили достойный урожай, обеспечили себя кормовой базой в целом на год и даже еще немного остается на следующий год. Перед веков уборочной кампании, живеолога души Галины и перепрацовывающая промысловость АПК ушановили подгученные аплодисменты коллег. Теплые веншавания, щирые слова удячности гучали у адрес кожного из них. Катярина Юрченко, Светлана Груцков, Вячеслав Праписнов. Телеканал Мазыр. Специально для телерадио кампании «Гобель». Санаторы, гостиницы и комплексы послуг от туроператоров. Национальным парку Припятске детей и дорослых будут шакать в резиденции Деда Мороза. Все лето там станет еще больше цикава, чем летось. Идея работа и над распроцовкой карты подорожа по белорусским боку Чарнобыльской территории. Это то, что привабливает туристов. Обмерковали структуру придорожного сервиса. Тут радует повелешение колькости кафе, бянтежить, скорочение объекта, которые обслуговывают автомобили. Это СТА и пункты шиномонтажа. Есть вопросы и заказаниями полевнейших послуг. Необходно проанализовать причины и выправить ситуацию. В целом же нужно работать над тем, как средняя протяглась находка на Комельшине туриста уросла. Нельзя сегодня выполнить целевой показатель экспорта, не предоставляя туристу комплекс. Когда турист понимает, что он может получить максимум из посещения нашего региона, он будет чаще выбирать именно наше направление. Потому что если мы посмотрим количество дней, которые находятся сегодня туристы на территории Гомельской области, а это от трех до четырех дней, то это, на наш взгляд, недостаточно. То есть можно на сегодняшний день. И надо стремиться к тому, чтобы турист находился у нас больше. Какой? Не менее пяти. Пяти-семи дней. Ранее туроператоры ориентовались на достатково великие группы подорожников. Зараз все больше людей выбирают семейные поездки. И организовать маршруты нужно с уликами этой околичности. В уголе важно, как любый человек, который приезжает в наш регион, отчувал себя комфортно и ждал вернуться сюда снова. У Знагороды замужность и спортивные достижения. В областном управлении МНС сегодня отбылась урожистая церемония ушанования левших представников команды региона по пожарно-выротовальным спорте и их тренеров. Так само означенный за свой профессийный подвиг Алексей Ёрш, супрационник Петриковского районного отдела по назвышенных ситуациях. С узнагородженными познаемился Дмитрий Котов. У зале урочистая атмосфера. Подстав для этого одразу некальки. Первая – недавний профессийный подвиг одного из присутных. Алексей Ёрш – приклад можности и самоданности. А еще он в чергов раз подкреслил, что выротовальник зауседа застается выротовальником, навод, когда у его выходные. У один из таких дней Алексей бачил сгорание в приватном доме. Не сомневался ни секунды и рынулся на допомогу. Внутри выротовальник нашел трех человек. Дякручу расшучим и отважным деяниям их житти были выротованы. В первой комнате уже повезло. Были два человека. Были в сознании, но в шоке. Помог покинуть им этот дом. В соседней комнате уже в задымленном виде нашел, задыхавшись уже по звуку услышал мужчину. Это еще раз подчеркивает то, что это не просто профессия, которую он избрал, а образ жизни. То есть это состояние души человека. Найти в себе храбрость и мужество, будем говорить, войти в окно чужого дома и обнаружить там людей. И самое главное – спасти их, чтобы они остались живы. Потому что уже глядя после пожара, что там происходило, в конечном итоге дом был сгорел до дна. И мы на сегодняшний день в нашей республике, Алексей Вячеславович как раз спас трех человек, которые работоспособны, готовы еще приносить пользу нашей стране. А кроме того, на урочистом сходе уже нового лишь членов команды региона по пожарно-воротовальном спорте, а так само их тренеров. Сироту ознагородженных – Полина Кушняренко. Пожарно-воротовальным спортом девчина занимается каля трех годов. За короткий термин отрималась досягнуть значных выников. На рахунку Полины – перемоги на республиканских и международных споборництвах. Тренировки проходят пять раз в неделю. Да, я устаю. У меня помимо тренировок еще есть учеба. Но мне нравится пожарно-спасательный спорт. Я отдаю себе этому спорту на сто процентов и не замечаю, насколько там не тяжело, не тяжело. Я просто отдаю этому спорту. Як означая керавництво областного управления МНС, пожарно-воротовальный спорт – неотъемная частка работы ведомства. И что головная, отрывливается вельми добра. Областная команда – заусёдый сирот фаворитов. Гомельская область вообще по пожарно-спасательному спорту одна из передовых. На сегодняшний день у нас в области даже уже начат строительство крытого манежа пожарно-спасательному спорту. И вот это молодое поколение, которое – это наше будущее, которым мы будем гордиться, потому что в целом в мире сильнее, наверное, наших спортсменов на сегодняшний день нет. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Головный редактор «Выдовецкого дома-звязда» Павел Сухарукал сострылся с выкладчиками и студентами Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Визит прошел в рамках 1 дня информования. По уступным слове, Павел Сухарукал распавел про структуру «Выдовецкого дома-звязда». Историю специализацию газет и часописов, что выходит в состав медиахолдинга. «Выдовецкий дом-звязда» – это та установа, которая включает в себя 10 газет и часописов. И шмот студентов, былых выпускников вашего выдачного университета, працует в «Выдовецком дом-звязда». И те специальности, которые тучатся литературного редакования, вычитки материалов – это очень важная для нас вещь. Поэтому я с великим задавалением приехал встретиться с студентами именно филологично и других факультетов». Павел Сухарукал так само закранил тему развития сучасных друкованных и электронных СМИ нашей краины. На меркование было вынесено и пытание фильтрации информационных потоков в интернет-просторы. 36 дипломов лауреата отримали у дельники международного фестиваля «Гомельфест» в первый конкурсный день. По часу его проходили прослухование инструментальной и театральной творчести. Калястану «Маро» проставили конкурсанты на сцене Городского центра культуры 14 листопада. По словам жюри, артисты показали высокий выканальницкий взровень. А кроме того, у Шора вызначились два у дельники финального гала-концерта. Гомельчанин Ярослав Горбатовский и ансамбль аккордеонистов «Аккордзики» из Минска. И они стали претендентами на звание абсолютного переможца и владельника Гран-При фестивалю. Завтра в ГЦК протягнутся конкурсные прослуховывания вокального и хореографичного отделений, а в фойе будет працовать выстава живопису. Гала-концерт пошнется в 18.30. У выход на Гомельфест вольны. Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В деревне Теребов Петриковского района горела баня. Пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля и повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Гомеле также не обошлось без происшествий. По улице Войкова горел деревянный жилой дом. Пострадавших нет. Уничтожена кровля и потолочное перекрытие. Рассматриваемая версия – причины пожара, нарушение эксплуатации электросетей и электрооборудования. В двух районах Гомельской области егеря незаконно охотились на лосей. В Рогачевском районе проводилась охота, в результате которой по документам были застрелены два взрослых животных и один сигалеток, которого подстрелил непосредственно егерь. Однако обследование останков животных показало – все три особи – взрослые. Ранее за разрешение на добычу сигалетка егерь заплатил 300 рублей. Взрослый лось, который подстрелен по факту, обошелся бы вдвое дороже. Добыча животного без разрешения расценивается как незаконная охота, поэтому в отношении егеря возбуждено уголовное дело. А в угодьях Кармянского района инспекторы остановили УАЗ с четырьмя охотниками и егерем. Они везли пять рюкзаков с мясом. Согласно разрешающему талону, перевозилось мясо, добытого в тот же день лося. Однако, когда инспекторы исследовали останки Копытного, оказалось, что это олень. В отношении подстрелившего его охотника возбудили уголовное дело. Мужчина возместил причиненный ущерб в тройном размере, составляющий около 23 тысяч рублей. Отдел внутренних дел администрации Центрального района Агумеля проводит проверку по факту утери мобильного телефона. 9 ноября этого года подросток вместе с родителями передвигался на такси. Телефон марки Samsung G3 предположительно мог выпасть в салоне автомобиля. По информации правоохранителей, в дальнейшем услугами перевозчика пользовались граждане, фото которых вы видите на экране. Молодые люди могли обнаружить потери на телефон. Если вы узнали этих мужчин или владеете какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по номерам, указанным на экране. В лесу Гомельского района спасатели нашли заблудившегося грибника. О том, что заблудился, любитель тихой охоты сообщил сам в Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Он рассказал, что около 11 часов ушел в лес и не смог найти дорогу обратно. Сотрудники Гомельского РОВД и Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям нашли мужчину в 19.15. В помощи он не нуждался. Реческие спасатели помогли извлечь кошку из моторного отсека автомобиля. Автовладелец завел машину и услышал мяуканье. Водитель сразу заглушил авто. При обследовании машины выяснилось, что в моторном отсеке между натяжными роликами и ремнем генератора оказалась зажата лапа кошки. Мужчина попытался достать животное сам, однако ничего не вышло и обратился за помощью к спасателям. Они освободили кошку и передали хозяйке. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Матчем в Минске стартовал девятый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Лидер турнирной таблицы Дорожник принимал Гомельский ВРЗ. В первом тайме ни одна из дружин голевыми действиями не отметилась. А вот второй тайм начался с гола. Умпирович открыл счет в поединке. Правда, поразил игрок Дорожника собственные ворота. Вскоре Евгений Клочко удвоил преимущество гостей. Комфортным для вагоностроителей отрыв в счете стал к 34-й минуте. К этому моменту голевыми ударами отметились Рогачев и Селюк. В самой концовке поединка команде Валерия Дайско удалось отквитать один мяч. Гол на счету Скворчевского. Не итог 4-1 победа ВРЗ. В Минске БЧ матч девятого тура также проведет в столице. Завтра железнодорожники играют с Динамо БНТУ. Светлогорские ЦК в воскресенье встретятся на выезде с Гродненским УВД Динамо. Жлобинский Металлург побеждает в очередном матче хоккейного чемпионата страны в экстралиге. Повержена Лида 3-0. Во втором периоде по разу забросили Рак и Лановенко. Точку в поединке в концовке третьего периода поставил Андрей Михнов. В турнирной таблице Металлург на шестом месте. В воскресенье Жлобинской дружине предстоит играть в Минске против юности. Женская сборная Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины выиграла командный зачет Республиканской универсиады по дзюдо. Соревнования проходили в Минске. В активе студента ГГУ 8 наград. Победили в своих весовых категориях Ульяна Мининкова и Виктория Новикова. Кроме того, завоеваны 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Всего же за награды боролись 19 женских команд. В состязаниях мужчин конкуренция была выше. Свои дружины выставили 24 вуза страны. Студенты Гомельского госуниверситета заняли 5 место в итоговом протоколе. На их счету 3 награды золото Егора Трухана серебро у Матвея Шереметьева бронзу выиграл Станислав Поливач. Еще один гомельский вуз ГГТУ имени Сухого занял 11 место в общем зачете в копилке Политеха одна бронзовая медаль. Отличился Артем Мазалев. Лучники открыли зимний соревновательный сезон. В Гомеле завершился открытый чемпионат и первенство города по стрельбе из лука. Участие приняли спортсмены из нашего областного центра а также из Бреста и Бобруйска. За награды первенства боролись лучники в возрасте 15 лет и моложе. Медали чемпионата оспаривали спортсмена от 16 лет и старше. Нынешний зимний сезон особенный. Впереди Олимпиада в Токио а потому все старты будут с прицелом на подготовку сборной страны к главному старту четырехлетия. В плане соревнований чемпионат страны и республиканская спартакиада воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта планируют привести награды с обоих стартов. В том году наши спортсменки заняли третье место на чемпионате в командных соревнованиях. В этом году будем стараться также зацепиться за медали на взрослых стартах на чемпионате в спартакиаде. В том году и в спартакиаду наши спортсмены выиграли. В чемпионате Гомеля У мужчин весь пьедестал заняли гомельчане, у девушек – серебро и бронза. В первенстве гомельские девушки выиграли золотую и серебряную медали юношей, серебряную и бронзовую. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.